Молодую семью в новый дом. Анна с дочкой и мужем рады квартире на проспекте Ленина, 195А. Так выглядел бы наш сюжет, если бы это была реклама застройщиков в 2018 году, когда по изначальному договору должны были сдать дом. Но сейчас уже конец 2019-го. На экранах съемка октября. Так долго мы ждали ответов от официальных инстанций, но с терпением дольщиков ничто не сравнится. По договору процентно сколько уже дольщики заплатили за свои квартиры? 100% все дольщики рассчитали за квартиры. Кто-то в 2015 году, кто-то в 2016. То есть когда заключался договор, обязательные условия это 100% оплата. Максимум 2-3 человека работают на стройке. 16-этажный дом работает здесь, ну как бы в бригаде из 50 человек, в один месяца 3. Ну а из 3-х человек, ну это очень долго. При этом, согласно ответу госинспекции, дольщики все-таки выплатили не все застройщику. На момент написания ответа они должны были чуть меньше 11 миллионов рублей. Для них проблема ипотеки. Но одно дело платить за квартиру, в которой живешь, а другое сразу за две. И кредит, и аренду. Так, например, выкручиваются Анна с мужем. А потом два года, я вот посчитала, мы за квартиру засъемную уже больше 250 тысяч потратили. Хотя могли бы вложиться вот в ремонт и жить уже благополучно в своей. Застройщик уверяет, небольшой перенос сроков растянулся на полтора года из-за того, что приставы арестовали землю ПР-холдинга и запретили регистрационные действия. По-простому запретили продавать квартиры. В итоге мы потеряли возможность привлекать средства граждан. Мы строили объект на средства граждан от ранее заключенных договоров, а также на свои средства. В течение полутора лет эта ситуация длилась. Она не могла, и длится, по-моему, еще до сих пор, она не могла негативным образом не сказаться на темпах строительства. И действительно прокуратура усмотрела в действиях приставов нарушение закона. В итоге даже выступила истцом и подала в суд. Прокурорам железнодорожного района города Барнаула в интересах неопределенного круга лиц, потенциальных приобретателей жилых помещений, направлено административное исковое заявление о признании постановления судебного пристава об аресте имущества и запрете на совершение регистрационных действий в отношении имущества застройщика незаконными и их отмене, поскольку при их принятии нарушены требования законодательства. Сейчас застройщик уверяет, даже если суд не удовлетворит иск прокуратуры к службе судебных приставов, объект все равно будет сдан в первом квартале 2020 года. Если все действительно будет так, а у собственников не будет вопросов к качеству дома, больше наших сюжетов про проспект Ленина 195А вы не увидите. Андрей Дрир, Илья Халяпин. День с толком.